В РКВ? А там травма есть, нет какая серьезная? Есть. Голова? Если поначалу коллеги пострадавшего рассчитывали, что возможно все обойдется, то после того, как рабочего осмотрели медики, стало понятно, что хотя тот и пришел в себя, его состояние требует немедленной госпитализации. Трех метров хватило для того, чтобы получить серьезную травму головы. Ну три метра тоже высота. Ну да, еще смотря как упасть же. Ну скоро быстро приехал? Быстро? Да. Что ты? Десять минут? Десять минут, наверное, вам быстро. Ну потом-то он очнулся? Да. Ну что, пришел все? Ну обсадили ему, но потом. Так сам на что жаловался? Глава. Глава. На месте происшествия побывали и полицейские, чтобы зафиксировать обстоятельства происшествия для дальнейшего разбирательства и установления причин случившегося. Даже на первый взгляд их тут несколько. Работы по строительству этого объекта дорожной инфраструктуры уже близятся к своему завершению, скоро открытие. Но как это часто у нас бывает, чем оно ближе, тем сильнее торопят рабочих. Они вынуждены выходить на смену даже ночью. Поэтому вполне можно себе представить, как все произошло. Уставший за день человек в условиях плохой освещенности неудачно ступил на покрытые свежевыпавшим снегом леса, поскользнулся и рухнул вниз. Пострадавшего в итоге увезли, а его коллеги остались на месте доделывать работу в сокращенном составе. Даже чрезвычайные обстоятельства от объема работ их не освобождают.